У сегодняшних школьников особенной популярностью пользуются различные супергерои, способные при помощи своей необычайной силы спасти мир. Но, к сожалению, все эти истории выдумка, и дети никогда не смогут увидеть своих кумиров вживую. Но все-таки среди нас живут и настоящие герои, те, кто в трудное время не терялся, а защищал свою родину от посягательств врагов. У этих людей нет суперспособностей и специальной техники, зато есть невероятная сила духа, которая не только помогла им преодолеть все тяготы и лишения Великой Отечественной войны, но и поддерживает их день за днем, чтобы продолжать жить и передавать подрастающему поколению правдивую историю тех трагических событий. В этом году мы отмечаем памятную дату – 75 лет освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В канун Дня Великой Победы педагоги и учащиеся средней школы номер 8 совместно с Союзом офицеров Слудского района подготовили праздник для ветеранов Слудчины. На нем присутствовали три героя войны – Михаил Тихонович Дюба, Павел Васильевич Остроушка и Валентина Филипповна Селиванова. Все они, не жалея своего здоровья, день за днем в течение пяти огненных лет совершали маленькие поступки, приближая большую победу. Михаил Тихонович награжден орденами «Красные звезды» и «Великая Отечественная война» – второй стиль. Селиванова Валентина Филипповна – ветеран Великой Отечественной войны. Партизанский отряд «Валентина» попала в 1942 году, когда ей было всего 12, но подбольная борьба для девочки началась с первых дней войны. На торжественном мероприятии ветеранам не только вручили подарки и сказали много теплых слов, но и попросили поделиться со школьниками своими воспоминаниями. Когда кончилась война, нам было от 18 до 24 лет. Это наша молодость была. Для нас эта молодость, и она до последних дней жизни будет с нами. Для вас, товарищи, меня слушающих, это праздник мудрости. Черпайте его из нашей жизни. Учитесь жить так, как жило наше поколение. 21 июня я получил аттестат по среднему образованию. Сколько было мыслей, до каких желаний, куда мы могли устремлить наши молодые силы. А на завтра началась война. Для ветеранов подготовили музыкальный подарок в виде песен о войне, от которых слезы на глазах наворачивались не только у тех, кто видел ее уже со своими глазами, но и тех, кто знает о ней лишь из книг и кинофильмов. А сел, милая, скажи, что не кино я, но не трусь, ведь я за Родину стою. Представители Союза офицеров также подготовили свои поздравления ветеранам. Ветры уносят года, как снега. Грозы уходят, оставив нам беды. Только не смоет вода никогда радость, кипучую радость. Победа. Радость изгрящая тысячи уст, счастье, пробитая пурей свинцовой. Годы уходят, оставив нам грусть, грусть заряжащих. Могили грунтовой, кто они? Всех ли их помнит страна? Чем ли цветы посылает в награду? Или еще сохранила земля? Руки, обнявшие гильзу старяда? Руки, взвалившие тяжесть войны? Руки, пронесшие знамя победы. Кто они, эти герои страны? Это отцы наши, матери, деды. Спасибо вам. В торжественной обстановке провели вручение членских билетов школьникам, вступившим в ряды БРСМ. Билисека Юлии. Завершилось мероприятие фотосессии на память. Не просто формальность, а приятная дружеская встреча, признаются сотрудники МЧС. Из года в год поздравить Ивана Никифоровича накануне праздника победы становится не только большой честью для спасателей, но и хорошей возможностью просто пообщаться. Иван Никифорович вниманию и гостям всегда рад. Ну, я доволен, собственно, что все-таки я еще живой человек и мной интересуется. Это главное. Если еще не забыли про тебя, так это, что можно жить и продолжать. Ну, это, конечно, большая слава нам, ветеранам. Ведь мы завоевали, собственно говоря, мы отстояли. И мы, как говорится, сейчас вполне гордые и счастливы, что мы такую обстановку сейчас имеем. Поэтому я доволен, что меня не забывается. Война для Ивана Никифоровича прошла в оккупации. После войны служба в армии и начало карьеры пожарного. Этой профессии он посвятил больше 30 лет жизни и прошел путь от простого бойца Слудской городской пожарной охраны до начальника отряда профессиональной пожарной охраны города. Ветераны – это люди, которые служат огромного уважения. Потому что у нас, у многих моих коллег и живущих в стране людей, погибли наши родственники, деды, прадеды на фронте. Потому было тяжелое время. Поэтому те люди, кто сегодня остались, мы им отдаем огромную дань уважения, искренне их чествуем и стараемся максимально уделять им огромное внимание. Это касается ветеранов и войны, которая была, и нашей службы, которая у нас сегодня. Мы тоже чествуем ветеранов нашей службы. Этот человек, который мы сегодня посещаем, он является ветераном медицинской честной войны и является ветераном нашей службы в том числе. Потому как отдал 30 лет службе органам и подразделениям в большинстве ситуаций. Ликвидировал медицинский пожар, спас не одну жизнь в Слуцком районе. Открытое первенство Слуцка по настольному теннису состоялось на минувшей неделе. Традиционные соревнования прошли уже в пятый раз и были посвящены 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Среди участников – сборная команды учреждений образования города и района, а также представители предприятий и организаций Случины. Всего около сотни участников разных возрастов. Соревнования проводятся как в командном ферменте, так и в личном ферменте по возрастным группам. Мужчины – женщины, юноши – девушки, мальчики – девочки. Соревнования в командном ферменте проходят также по круговой системе. В составе команд 4 человека 3-1, у школьников 2-2. Кроме того, приуроченным к нашему открытому ферменту города Слуцка, постоянно к нам в гости приезжают сборные команды «Минск Энерго» по настольному теннису, с города Баранович, сборные команды Узды, Солигорска. И мы всегда выставляем три своих команды. Команду ветеранов, команду федагогов и сильнейшая сборная команда города Слуцка, где капитаном команды является наш новоиспеченный кандидат в мастер-аспорт, Налеховец Александр. Подобные турниры помогают ребятам не только поддерживать хорошую игровую форму, но и развивать свой технический арсенал приемов. Вот это общение, игра с разными спортсменами, разного уровня даже. Понимаете, конечно, набирается опыта, повышается мастерство, класс игры. Вот с фермица области приехали, они уже что-то увидели. Уже пытаются на тренировках новые подачи, нападающий удар какой-то, топ-спин. Ну, то есть усложняется техника. Соревнования растянулись на два дня. Лучшими по их итогам стали учащиеся 11-й средней школы среди юношей и девушек, сельскохозяйственные лицеи среди команд от предприятий. В личном первенстве среди юношей и девушек равных также не было теннисистом 11-й средней школы. Победители и призеры соревнований получили памятные дипломы и призы от редакции газеты «Слуцкий край». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова